Итак, первая неделя дополнения «Конец света» подошла к концу. За это время я прошёл сюжетку на одном персонаже, которая заняла у меня около 5 часов на легендарном уровне сложности, закрыл несколько экзотических квестов, потрогал сезон и разные новые активности, которых немного, и поверхностно разобрался с системами и изменениями самой игры. Впереди ещё ждёт рейд 10 марта, но о нём я запишу отдельное видео наверняка, и если он как-то изменит моё мнение о дополнении, что вряд ли, а этим я тоже поделюсь. В этом разговорном видео я поделюсь своими впечатлениями от релиза. И вот как это будет. Во-первых, я снова попрошу извинить за качество звука и предупреждаю, что монтажа особо ждать тут не стоит никакого. На фоне, скорее всего, поставлю простой геймплей, может быть даже старый. Это больше такое свободное разговорное видео. У меня всё ещё нет возможности нормально монтировать и писать звук, а собирать денежку на новый комп совсем не получилось. Однако, если вы всё же решите поддержать канал, ссылки будут в описании. Во-вторых, видео я разделю на две части. На быструю, ту, в которой я расскажу просто коротко о плюсах и о минусах дополнения, но без сильной какой-то личной вовлечённости. Этот блог будет полезен тем, кто просто хочет понять, ради чего стоит или не стоит покупать дополнение. Во второй части видео я хочу порассуждать более широко о том, почему мы видим низкие оценки дополнения на площадках. Почему фоново слышим жалобы игроков, а те, кто ушёл из игры, с недоумением пишут, что стражи там опять в пятый раз убивают Калуса. У меня есть несколько важных тейков, которые, мне кажется, необходимо донести до некоторых игроков. Ну и, естественно, это видео с отзывами о дополнении. Здесь будут спойлеры, так что не надо мне потом писать в комментариях, что ну, жесть наспойлерил, вы кликнули на это видео сами, я вас предупредил, так что всё честно. Сейчас ещё небольшая рекламная интеграция, а затем к делу. Спонсор сегодняшнего видео проверенный сервис двинг.нет, который отлично подойдёт тем игрокам, у кого нет постоянной команды, или просто тем, кто ценит своё время и нервы. Благодаря обновлённому функционалу сервиса больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники двинг помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти новый рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Сайт работает давно, новинок в ассортименте появляется постоянно много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на двинге есть всё, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TripleVibe, мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну ещё бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Итак, давайте к первому блоку. Быстрому. Плюсы и минусы. Плюсы, Лайтфолл. Нить. Это то, на чём на самом деле сосредоточена сюжетная кампания, если откровенно. Новым способностям стражи уделяется подавляющая часть времени. Мы постоянно пробуем её в деле, учимся передвигаться, сражаться и комбинировать скиллы вместе с напарниками. Играется нить в таком режиме супер весело. Когда во время прохождения вы доходите до очередной точки, в которой вам позволяют прикоснуться к нити, вы знаете, что сейчас будет ярко, динамично и интересно. В рамках сюжетки вы ощущаете нить как действительно что-то мощное и осваивать её куда интереснее, чем стазис. Переработка UI. Ещё на этапе анонса дополнения, Bungie заявили о внедрении нескольких важных и глобальных систем в игру с релизом конца света. Билдостроение, система рангов стражи, LFG встроенный в игру, переработка модов, экономика ресурсов поменяется, обновят крафт оружия, чего там только не было. Ну так вот, все эти перечисленные изменения были включены в игру, за исключением LFG, в лучшем виде с позиции пользовательского опыта. Разобраться в них не составит труда даже тем, кто давно не играл в игру. Это я, если что, по своему опыту сужу. Ну, сезон сопротивления это тоже плюс. Да, странно вставлять сезон в плюсы, тем более, что я в принципе всегда говорил, что не переношу сезонную модель Destiny 2, и за последние года два то и дело скипал разные сезонные части контента. Тут вроде как бы опять поля сражений, контент, ну, такой же понедельно подаваемый, но говоря о том, что этот сезон это плюс, я скорее говорю о сетапе сезона. Мне нравится, что его события разворачиваются на ЕМЗ. Нравится, что Банжи продвигают простых, локальных персонажей. Я рад, наконец, видеть Деврима как полноценного персонажа, а не болванчика, стоящего в колокольне. Рад слушать его истории, узнавать какие-то факты о нём, слушать про его любовь к чаю, про его отважные вылазки за провиантом и о том, как его возлюбленные переживают за него. Нравится мне и намечающийся ловстори Аманды и Ворона с этой умолительной сценкой. Очень надеюсь, что это не единичный пшик за весь сезон. В общем, сюжетно мне не хватало чего-то вот такого сейчас, более камерного, без масштаба вселенной, без ощущений угрозы всемогущего свидетеля. Просто истории о персонажах, которых мы видели годами, но которых на самом деле не знали. Крафт оружия 2.0. Он так не называется, но ощущается. Спам красных рамок закончен. Они не встречаются игрокам так часто, как предыдущий год, а если всё же и падают, то вы просто открываете эту пушку и извлекаете из неё образ. И всё. Все валюты для крафта удалены, и теперь меня ничего не удерживает от того, чтобы стремиться скрафтить то оружие, которое я хочу. Получая какой-то образ, я не представляю эти килочасы унылого фарма, из-за которого я за весь предыдущий год скрафтил, ну не знаю, пушки 3, наверное. Ещё один плюс. Тарменторы, не помню как они называются в русской версии, вот эти новые противники сущности тьмы. Единственный, по сути, новый вид противников за это дополнение. Банжи говорили, что мы будем бояться их, и это правда так. Когда вы встречаете этих парней в активностях на высоком уровне сложности, первые несколько секунд вы просто носитесь от них кругами, прежде чем сможете сообразить, как им противостоять. У них несколько типов атак, какие-то пугающие звуки, быстрые манёвры, они хитрые, умные и подвижные. Чего-то такого я, кстати, ожидал в прошлом году от Улья со способностями света. Но нет, там угрозы такой не ощущалось, как сейчас. Минусы. Lightfall. Нить. Что? Что? Но ведь она была в плюсах. Да, всё так. Дело в том, что насколько весело она ощущается в сюжетке, настолько уныло о ней думать в постсюжетном контенте. Во время сюжетных заданий у вас почти не было кулдауна на способностях. Крюк был готов сразу, и вы правда могли парить по Ниамуну, как Человек-паук. Но в реальной игре с кулдаунами, аспектами и фрагментами весь фан улетучивается. Вы хотите использовать новые способности подвижности своего стража, но нет. Игра говорит вам, жди минуту, крюк не готов. И это ужасное чувство. Я ещё недостаточно изучил билды на Нити, и вероятно моё мнение может ещё измениться, но тут я делюсь первыми впечатлениями, и они такие. Ниамуна. Я не думал, что можно сочетать два, казалось бы, несочетаемых термина. Яркая и невзрачная. Но лучше я писать эту локацию не могу. Всё блестит, всё борется за внимание, но на деле создаёт простой визуальный шум. Неон ради неона, ретрофутуризм ради ретрофутуризма. Нептунианский город прекрасно смотрится на концептах, но в геймплее этот визуал теряет какой-то смысл. Он не цепляет. Тут нет возможности полетать с крюком, как нам показывали в трейлере. Тут не то, чтобы много простор для исследования. Референсы к киберпанку меня тоже не радовали. Даже эти новости неамуны, напоминающие новости из Сити и из киберпанка, смотрятся как странный фансервис, который ничего не рассказывает на самом деле игроку. Хотя была такая возможность, не знаю, если бы этот ведущий рассказал об истории неамуна, например, в честь какого-нибудь Дня Города. Система билдов. Ещё один минус. Это просто шаг назад, иначе это не назвать. Всё теперь работает через заряды брони с помощью орбов. И да, упрощение системы в качестве того же интерфейса хорошее решение в рамках дружелюбности к новым или неопытным игрокам. Особенно в рамках концепции, что Дестани подходит к завершению 10-летней главы и очевидно скругляет все системы к единому виду и универсальности. Но вот многообразия теперь станет значительно меньше. Ну и ключевой минус дополнения – его сюжетная кампания. Как сказал мой приятель во время первого прохождения сюжетки, так это же тупо рискин Красной войны. Довольно точно подмечено. Вот как я восхищался год назад королевой-ведьмой, радовался бесшовным миссиям, режиссуре, говорил о том, что наконец-то студия вывела историю и знакомство с героями на новый уровень, и не нужно шерстить лор для того, чтобы объяснить своему напарнику, кто вот этот персонаж и почему он так поступает. Как проходит год, и вот из чего состоит конец света. Интригующая вступительная катсцена, затем внезапный перенос событий на далекую планету для исследования нити под какафонию раздражающих комментариев и диалогов ворчливого Осириса, клоуна Нимбуса и жабы с имперскими амбициями. Это я про Каоса, если что. Кроме исследования нити и ее тайны, мы также слышим постоянно про Вуаль, которую надо защитить от Каоса и Свидетеля. Кого? Вуаль? Это та раса из сливов двухгодовалой давности? Нет. Тогда что? Объяснят ли нам финальной миссии? Нет. Нам просто говорят «Вот она!» Только не прыгай в нее, показывая на очередную неоновую сущность, похожую на голограмму. Говорят ее защитить, потом мы убиваем Каоса, который подобрался к ней слишком близко. А Каятель все равно говорит «Мы проиграли». Нам показывают, что Свидетель сделал что-то с Вуалью и Странником, и после этого все NPC ведут себя так, словно Странник мертв. Но призраки все еще с нами, мы все еще обладаем силой света, никакого объяснения в игре здесь и сейчас происходящему нет. Что это вообще за концовка в стиле Destiny 1? Нет времени объяснять, почему нет времени объяснять или чего? Что ж, мне кажется, что я даже понимаю, почему так. И во втором блоке видео хочу порассуждать об этом внимательнее. Кстати, пока не забыл, у нас там футболки, посвященные завершению года Королевы Ведьмы, вышли. Успей предзаказать. Ссылка в описании. Не знаю, заметно или нет по предыдущей части видео, но кажется, что неудовлетворенности от дополнения все же больше. Это так? Ну, у меня лично да, но чуть в меньшей степени, чем у массы игроков, которые говорят о том, что это ужасное разочарование. Сравнивают Конец Света с дополнениями первого года Destiny 2, Проклятием Осириса и Военным Разумом. Хотя каюсь, что даже мои впечатления от дополнения были сначала одни, потом другие. Я все как-то не мог уложить это в голове, пока, наверное, не переспал с этим пару дней. По сути, сейчас довольно очевидно, что Конец Света — это дополнение филер. Да, оно проходное для сюжета игры здесь и сейчас. Скажу даже больше, предыдущий сезон Серафим развивал вселенную игры значительно заметнее, чем это сделало дополнение Lightful. Но мы должны были догадаться о том, что так будет. И я сейчас не о той мантре, которую я твержу из года в год про «не завышайте ожидания». Это скорее про «смотрите внимательнее». Ведь этого дополнения не должно было быть. Давайте вспомним, как был анонсирован Конец Света три года назад перед «За гранью света». Банжи говорили о том, что ждет Destiny 2 в ближайшие годы. Как серия будет развиваться, и сделали те самые несколько анонсов «За гранью света», «Королева ведьма» и «Конец света». Люк Смит сказал тогда, что Lightful — это нечто, что станет средоточением истории игры. И неудивительно, что большая часть игроков решила, что это финал. Последнее дополнение, за которым либо Destiny 3, либо развитие нового проекта. Но то было время пандемии. Планы сдвигались, в студии кипели свои внутренние процессы, и расписание было изменено. О чем нам сказали на презентации «Королевы ведьмы». У нас будет еще одно дополнение для вас после конца света. И называться оно будет «Финальная форма». В Bungie поняли, что собрать дополнение Lightful, заявленный как финал саги света и тьмы в том масштабе, в котором это необходимо, не получается. Не получается в срок. А значит, нужно больше времени. Но анонс уже сделан, работа ведется, так что очевидно, что наиболее… плавный способ — это взять часть концепции из того, что уже разработано, перетасовать в рамках грядущих дополнений, а затем выпустить центральное дополнение, завершающее сагу. Результатом этого процесса можно считать перенос, например, нового зеленого подкласса из «Королевы ведьмы» в конец света. Потом сфокусировать на этом подклассе вообще весь сюжет, смена настроения дополнения с мрачного апокалиптичного на неоновый и футуристичный — это тоже результат этих пертурбаций. Потому что настоящий Lightfall ждет нас еще через год. Именно там, в финальной форуме, будет решаться судьба Стражей и вселенной этой игры, которой мы ее знаем, по крайней мере. Так что, что мы имеем? Из трех дополнений, Банжи сделали четыре. Очевидно, это скажется на качестве, но, как они уже сообщали на GDC, скорость производства контента оправдывает даже низкое качество. Так что давайте сейчас на одном вполне явном примере разберем то, насколько грубо был порезан контент трех дополнений на четыре. И уже определимся во мнении, что все претензии, которые сейчас предъявляются к дополнению «Конец света», являются следствием этого. Lightfall начинается с красивой и пугающей катсцены. Помните, в ней мы видим буквально первую встречу Авангарда, Стража и Землян со Свидетелем. От нее перехватывает дыхание. Но вдруг она прерывается странной репликой Сириса «Они нашли Вуаль!» И все. Кто-нибудь из игроков слышал что-то про Вуаль за последние сезоны в игре? Нет. Но тут ее упоминание преподносится как что-то страшное. Словно Танос собрал все камни и мы не успели ему помешать. Дальше мы оказываемся на Нептуне, ищем Осириса, защищаем эту Вуаль, изучаем нить, проходим сюжетку, в конце которой, когда ожидаем ответов, снова видим какое-то необъяснимое явление с призраком. А затем досматриваем катсцену, с которой все началось. Буквально мы возвращаемся в то же место, в то же время, в котором прервалась вступительная сцена. Авангард стоит перед окном шлема, а Свидетель стоит там же, ну, стоит в космосе, где мы его оставили, улетев на Нептун за Осирисом. Свидетель начинает кастовать пирамиду на страннике. И все. Как я сказал, дальше все почему-то ведут себя так, словно случилось что-то страшное. Но нам не говорят, что. Завала молчал все дополнение, и кора молчала. Экзо-незнакомка не поделилась своими знаниями о Нептуне, на котором явно была. Так что, да, нам буквально показали одну крутую катсцену, в середину которой воткнули миссии по изучению нового подкласса, изначально созданного для королевы ведьмы. Грустно и смешно. Нам так и не объяснили, почему на Нептун отправились именно сейчас и попали туда так легко. Нам не объяснили, почему Осирис вообще догадался про Вуаль. Нам не дали ответы на фундаментальные вопросы, но продали дополнение тем, что поставили на обложку Свидетеля. И мы решили, что узнаем о нем чуть больше, купив Лайтфолл. А продался он отлично. Он попал в топы предзаказов довольно быстро, и с финансовой точки зрения это успех для студии. Это классно. Но я очень надеюсь, что мнение игроков относительно финальной формы следующего дополнения будет честным и не будет сильно испорчено из-за Лайтфолл. Банжи придется хорошенько потрудиться, чтобы донести до базы игроков мысль о том, почему финальная форма это важно. Почему это больше, чем просто очередное дополнение. Потому что игроки жестко запутались. До самого дня релиза Лайтфолл я встречал людей, думающих, что это финальное дополнение Дестине. Насколько же они были сбиты с толку всеми этими движениями студии, бедолаги. Ведь анонс финальной формы состоялся год назад на презентации Witch Queen. И это не было объяснено игрокам в массы. Я почти не сомневаюсь, что форма будет крутым дополнением. И я даже не удивлюсь, если его перенесут еще на несколько месяцев, чтобы наконец дать нам то, что планировалось в Лайтфолл. В том виде, в котором студия считает это достойным. И анонсировать продолжение истории Дестине за пределами саги Света и Тьмы на скором десятилетии проекта. Вот такие мысли. На самом деле, как будто бы сказать много есть чего-чего, но кажется, что это видео и так растянулось. И да поможет Свет, или что там еще у нас в игре осталось, моему ноутбуку, чтобы он вытянул это продолжительное видео. Пишите в комментариях, что думаете. Заходите в Телеграм, обсудите услышанное. Там я с радостью общаюсь с подписчиками и делюсь вообще какими-то более быстрыми новостями и советами. Так что, будем на связи. Пока.